ГПУ просит взять под стражу депутатов-взяточников от радикальной партии с Фастова и Ривна. Ходатайства уже направлены в суды. Прокуроры надеются на арест и залог в размере тех сумм, которые вымогали радикалы. А это полтора миллиона для одного и около двухсот тысяч для второго. Подробно и расскажут мои коллеги. Главу земельной комиссии Фастовского горсовета по совместительству депутата и руководителя местной организации радикальной партии Олега Ляшко задержали за вымогательство 70 тысяч долларов. По данным ГПУ, за эти деньги он обещал лоббировать интересы религиозной организации, а именно помочь с выделением полутора гектаров земли для строительства кладбища. В коррупционной схеме радикал действовал в одиночку. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Нам задокументовано намагание отримать неправомерную выгоду в размере 70 тысяч долларов, хотя в ходе разговора фигурант предупреждал, что, возможно, цена увеличит до 100. Вчера он затриман на передаче первого траншу первой части костей в размере 15 тысяч долларов. Еще один фигурант коррупционных схем – депутат-радикал Римнинского горсовета Владимир Кудрин. По совместительству – помощник нардепа от радикальной партии Андрея Лазового. По данным ГПУ, Кудрин требовал у застройщика 5 тысяч долларов. Во время обыска у него обнаружили валюту, а также полкилограмма янтаря и наркотики. После громких задержаний коррупционеров, лидер радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Фейсбуке вдруг анонсировал глубокую чистку партийных рядов. Обратился к гражданам с просьбой сообщить о неправомерных действиях его партийцев. Хотя радикалов коррупции подозревает уже не первый год. Так в 2015-м нардеп Игорь Масичук два месяца провел в СИЗО. Его обвиняли в преступлениях сразу по нескольким статьям. Взяточничество, хулиганство, вмешательство в деятельность судебных органов и угрозы суде. Масичука отпустили, но в генпрокуратуре дело до сих пор расследуют. В коррупционном скандале засветился и другой нардеп Андрей Лазовой. Его подозревают в неуплате налогов на сумму почти 2 миллиона гривен. Но привлечь его к уголовной ответственности не дала Верховная Рада. Под прицел прокурора в САП и детективом НАБУ попал и сам главный радикал Олег Ляшко. Его также подозревают в уклонении от уплаты налогов. Заинтересовались им спецслужбы после того, как журналисты выяснили, что у Ляшко шикарный особняк в элитном районе под Киевом. Откуда деньги на жизнь непосредством, объяснить детективам и общественности он так и не смог.